Музыка 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 К сожалению, ребята не понимают. Ну, вышел Володя Шведов, молодец, и забил победный гол. Ну, игра впереди опять очень-очень неважная. И Иванов, и Камынин, хотя забил гол, скажем так, со стандарта, да, стандарт мы отрабатывали, и Машезов не показали половину от своих возможностей. Вот. И сзади, честно говоря, удивило то, что опытные игроки, сотни в конце, нарисовал такую контратаку в наши ворота. Ну, ребят, за это, в детской спортивной школе берут и сажают на банку надолго. Вот. Просто, имея огромный опыт, и такие ошибки допускать, это просто преступление, на мой взгляд. И защитники играли второй тайм против сильного ветра. Не, чтобы сыграть, скажем так, длинными передачами, обезопасить свои... Они раз за разом снабжали передачами Ваню по поводу, чтобы Ваню выбивал. То есть на 20-30 метров, но это, опять же, другого слова, скажем так, как подставляли они его, да, и снимали себе ответственность. Вот. Другого нет. Хотя все ребята в этой линии, скажем так, достаточно опытные, зрелые. Не скажу, что сыграли неотвратительно, но какие-то элементы были. Особенно по концовке, когда мы сами себе начали рисовать контратаки опасные. Вот. Нельзя доводить до такого. Надо спокойно было устаканить игру, спокойно играть, добиваться нужного результата. Простота и надежность, опять же, она должна быть у защитников всегда. Когда мы не знаем, что в той или иной ситуации он сделал, то они пытаются завязать комбинационную игру, то они пытаются, когда их накрывают, то они пытаются там неизвестно, куда выносят, когда, опять же, есть простые приемы, да, длинную передачу, диагональную сделал, пусть спросим с нападающим. Ну, к сожалению, сегодня по всем двум таймам, скажем, очень много вопросов. Да, если еще в первом мы там где-то оклеймались, после того пропустили голос в 20-й минуты. Вот, во второй тайм, опять же, ничего так мы не наладили. Будем разбираться, не знаю там, что произошло. Я думаю, что, прежде всего, все идет от головы. Вот, ребята немножко переоценивают свои возможности, свои силы. Вот. Ну, и где-то мы, наверное, все-таки тоже дали слабину, тренерский состав. Где-то чуть-чуть отпустили, потому что достаточно серьезный соревновательный цикл был. Вот. И где-то, может быть, мы отпустили. Потому что на тролках все в дружелюбной форме проходит, и все хорошо, скажем так. Тише было гадать. Хорошо, что вот, скажем так, нас немножко, опять же, отрезвили. Вот, думали, что команда проходная. На самом деле, я говорю, проходных команд нет. И, честно говоря, вот, то, что сегодня игра показала, вымученные победы, конечно, немножко там судьи. Я никогда не критикую, но когда летит мяч в воротах, срезка была, да, там у Сотника сыграл с точки зрения техники бездарно. Пробел с носка в свои ворота и ставит свободный удар там на 6 метров. Вот. Конечно, это практически 90% в год, как в финансе. Но, слава богу, то, что там на линии у нас, как раз защитник, Саша Манюков, спас, выбил из пустых ворот. Вот. Нам не забили с этого свободного удара. Ну, вот. Еще раз говорю, что не видно было лидеров. Потерялся и там Андрей Елисеев. Скажем так, абсолютно не могу никого выделить. То есть, да, там хорошо Ваня Попов все-таки достаточно надежно сыграл. Вот. Да, были ошибки, какие-то отдельные меры, мелкие помадки. Но в конце все-таки не дрогнуло. И игру мы довели до победы. Но вопросов очень много. Будем разбирать эту игру. И я думаю, что какие-то выводы сделаны. Ну, я говорю, что игра, конечно, история. Слава богу, то, что результаты у нас положительные. Три очка есть, да. Потом будем уже думать, как нам выходить с этой ситуацией. Опять же, трансферное окно открыто. Вот. Ищем. Один игрок у нас еще не подъехал. А потом так, он болен сейчас. Вот. Я думаю, что какие-то позиции мы будем усилить. Потому что мне очень понравилось. Да, очень приятно то, что у нас шесть игроков Клинских играет. Очень приятно. Это, да. Вот. Но, к сожалению, опять же, в силу ряда причин, лучшую игру они почему-то не показывают.